друзья приветствую вас всех у себя на канале спасибо что заходите кто не подписан на канал прошу вас подписаться мне будет очень приятно сейчас я хочу записать видео во первых хочу показать вам вот смотрите это эвкалипт эвкалиптус у нас называется эвкалипты вот это деревья прям что подъехали такой запах просто просто волшебные вообще в америке вот я не знаю как по всей америке в калифорнии есть очень мало запахов вот хвоя практически не пахнет как вот у нас много цветов не имеют никаких запахов некоторые имеют вот такие как жасмин имеет датцы запах вот многие цветы здесь не пахнут и многие листья но вот этот эвкалиптус и он имеет свой аромат вот такой кайф здесь стоит вообще мы вот решили просто остановиться и и я думаю запишу вам и может быть вы тоже сможете представить вот это это просто вот как это не обихоженные они вот как бы вот ну как в диком виде распуда ну что хочу сказать у меня есть хорошие новости у меня есть не очень хорошие новости но самое главное что мы скоро выезжаем осталось меньше десяти дней потом хорошая новость сегодня мы встречаемся с дочкой моего мужа здесь это называется степ дата у нас не прекрасные отношения ее зовут алекс если у меня получится второе видео записать я запишу и может быть она поздоровается тоже выйдет а так сказать в эфир вот и у нее есть собака у нее есть собака и здесь в америке я знаю что и в европе тоже собак как бы считают как детей понимаете да у наших краях тоже есть там как члены семьи считают ну вот у неё питбуль питбуль и я с ним встречалась мне даже есть фотки ранешние мы когда только познакомились и первая встреча была мое знакомство с алекс а вот и с ее собакой мы встречались вот так вот и знаете что вот собака отличная хорошая все у них там и мой вал ее очень любит и она его и в общем и она и собачка это ко мне хорошо относится но она прыгает она прыгает а я а я трусиха я боюсь когда она прыгает вот че сейчас у алмаза тоже есть собаки это как их они как звать забыла вау вот из алмаз докса пудель 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 ок да у алмаза два пуделя одна вот темненькая она луна луна и вторая апельсинового цвета и не нее и имя солая как солнце они уже такие стали взросленькие они тоже на меня прыгать я их-то боюсь а пуха это вот как его питбуля я так вообще у меня там короче а у него нет плохих мыслей но я трусиха тихо ну вот мы сегодня едем вот когда мы будем с алекс сидеть мой вначале сходит поздоровается так сказать с внуком вот how old his на увал я новая а да и он уже старенький мужу восемь лет вот и вот папочка папочка дедушка чё купил сейчас я вам покажу вот вот такие вот такие штучки купил это вот как бы просто погрызть вот и и вот такую штучку купил видите там какая штука лежит вот такая серьезная штука я даже посмотрю прайс 19 долларов подарочек внуку купил так это интересно но он правда это новое позовут любит новое это вообще это у него был только маленькие алекс куда-то уезжала что ли в общем каким-то образом он ночевал свалом еще меня тогда на горизонте здесь не было вот ну в общем он дедушка дедушка для этой новые для этого новые вот и мы будем сейчас сегодня встречаться сейчас подышим воздухом он там бродит колобродит а я тут с вами общаюсь что еще сказать какие у меня еще новости значит алекс сказала мы я голодная мы не завтракали я вообще мы свалом не умеем не завтракать мы едем а почему мы не стали завтракать потому что мы встречаемся 12 часов а в 12 часов как бы обедать еще рано а дочка его попозже в общем у нее все это попозже не так как у нас в общем мы решили поехать на бранч вот у нас 12 часов будет встречи мы поедем на бранч что еще так это я сказала а да я поправилась все поправилась больше чем на килограмм где-то кило двести я набрала вместо того чтобы похудеть за эти два килограмма я вначале немножко схуднула а потом же вот когда не стала не домогать в этот момент я добрала вот добрала и перебрала в общем короче весело нам живется что еще а ну ароматище вообще и что еще хотел сказать а да вот набрала это не хороший не хорошая новость а хорошая новость то что все таки мне назначили пенсию это не пенсии это надбавка к мужевской пенсии вот и где-то ну в общем там там тоже немножко случилось у них тоже бывают какие-то запары в общем там была такая запара нас почему-то дважды вызывали с документами и мы один раз привезли потом говорят еще раз привезите мы привезли и мы попали к тому же как служащему клерку да вот она там извинилась туда-сюда а потом она главное его всем как-то а получилось что муж что-то там ошибся в когда оформлял эту бумагу вот это подачу вот этих заявлением в общем короче она вот эта женщина она сделала так говорит я сейчас вас запишу к старшему ну и она вам там сделает все в общем мы подождали еще очередь в общем в результате около двух а три часа мы там были в здании и там потом сделали вот как мы сидели у окошечка у старшей и она еще раз сделала копии ксерокопии в общем три раза у нас сделали ксерокопии она еще кучу документов требовала я вообще не очень конечно с документами человек который дружит но тут в этот случай я была прямо вся в документами и учеба она не попросил у меня все есть в общем она говорит все я вам назначила вот но мы до этого салом считали она сказала что в июле у вас будет уже пенсия но надбавка это она объяснила там все моменты и потом она еще сказала что жена сказала она сказала что в июле я получу сумму я не запомнила но где-то вот как мы с валом считали примерно так оно и будет в общем у нас получается где-то бюджет получается чуть больше трех тысяч будет вот ну это это очень хорошие деньги но нашем понимании может быть конечно у кого-то есть гораздо больше бюджет но для нас этот бюджет прямо шика шикарно сны и потому что валу стал работать человеку 74 года вот вот осенью исполнить 75 лет вот ждем теперь теперь следующая очередь ждем гражданство как гражданство будет так будем решать что нам дальше делать в воздухе повис казахстан в воздухе повис парамп в общем будем решать что да как да куда вот вот такие у нас новости всем пока всех люблю все будем счастливы